Вернулась программа дежурной по стране после летнего отпуска. И до 8 августа я так смотрел события, думал, о чем же мы будем говорить. А после 8 августа все стало, к сожалению, понятно. Я должен сразу сказать, что мы не будем всю передачу посвящать конфликту на Кавказе. Потому что это событие, конечно, трагическое, и мы искренне соболезнуем, причем всем людям. Вот наш президент, наш премьер-министр вчера сказал, что многие люди в России горюют не только по солдатам, ушедшим, не только по мирным жителям, но и по грузинам. Я думаю, что это правильно, потому что это очень близкая нам нация. Это одна из тем нашего с Михаилом Михайловичем разговора. Всего лишь одна из тем. Вопрос формулируется очень просто, а вот ответ формулируется тяжелее. Что дальше? Да, мы сейчас спрашиваем, что будет дальше, как будто кто-то знает. Никто не знает. Я думаю, и политика не знает, никто не знает. И парламентарии, которые аплодируют всегда, бурные аплодисменты в парламенте, предвечник самого худшего, всегда. И они не знают, что будет дальше. Потому что на войне нужны парламентеры. А в мирной жизни парламентарии, видимо. Не знаю, я не думаю, что будет что-то такое самое худшее. Потому что все-таки, когда есть кому разнимать в драке. Вот есть, когда мама может прибежать и разнять. Вообще, когда есть кому разнимать. Как приехал в Саргази, ведь мог и никто не приехать. Ведь мог никто не обратить на это внимание. Тогда было бы еще хуже. Когда есть кому разнимать, все-таки как-то, как-то эта драка такая, она как-то протекает с оглядкой на взрослых. А в общем, мы как победители будем жить хуже, чем побежденные. У нас это хроническое. Я прекрасно помню 45-й год. Очередь за хлебом. Посадки в тюрьму. Вот эти вот письма, которые я лично писал в виде художественных произведений. Прошу выделить победителю там сапоги, зубной порошок, масло сливочное. Все, вот это была наша жизнь победителей. Я думаю, что из-за взаимоотношений с Западом больше потеряем мы, простые люди, чем власть. Власть, она и так уже старается меньше. Хотя, может быть, у них там и капиталы. Но появляться там им тяжело. Я думаю, у них есть огромные возможности отдыхать здесь. И тратить деньги здесь. А вот то, что люди заработали за время мира. И возможность людям выбрать место под солнцем, невзирая на страны и на границы. Это было самое, я говорю, было. Это было самое лучшее, что была у нас возможность. Уехать и устроиться на работу. Теперь победа. Над ликующим победителем склонился врач. И когда мы вокруг все празднуем, вокруг все празднуют, конечно, врач говорит, ну надо бы поговорить. Победитель говорит, завтра, завтра, завтра. Он говорит, ну до завтра, завтра, завтра. Вот так, я думаю, на этом можно и закончить этот разговор. Иногда после нашей передачи, там, читаешь отзывы. Как он может шутить в такое время про меня? А когда у них другое время, объясните мне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ